В таком формате соревнования по тхэквондо проводят впервые. Из открытого городского турнир перерос в чемпионат и первенство Южного федерального округа. В Сочи съехались лучшие спортсмены со всего юга страны, более 200 тхэквондистов. Правда, пока представители только двух из пяти регионов ЮФО – Краснодарского края и Волгоградской области. Но это только начало. Я думаю, на следующий год уже будет все пять регионов выступать. Соревнования проходят на хорошем уровне. Ребята показывают хорошее знание техники. Я думаю, что будет минимальное количество травм и хорошие спортивные результаты. Турнир под тхэквондо в Сочи собрал и немало зрителей. Поединки получились по-настоящему зрелищными. Спортсмены демонстрировали точные удары и красивую технику ведения боя. Ведь на кону были не только медали и кубки чемпионата. Здесь можно было получить или повысить разряд даже до мастера спорта. Развиваемся, готовимся к международным соревнованиям российским. У нас 8-9 будет соревнование Кубок России в городе Екатеринбурге. Это старт перед крупными соревнованиями с российскими. Действительно, турнир в Сочи для сильнейших спортсменов открывает путь на соревнования более высокого ранга. Победители и призеры будут представлять свои города и регионы на чемпионате страны. А там, если повезет, войти в состав национальной сборной. Краснодарские спортсмены довольно сильны. Поэтому будем надеяться, что в сборную Российской Федерации, которая на чемпионат Европы в Белоруссии поедет в апреле, наши участники отберутся. А пока организаторы подводят итоги чемпионата Южного Федерального округа. Кстати, сочинские спортсмены взяли несколько десятков медалей в разных возрастных категориях и завоевали первое место в командном зачете.